Добрый день, дорогие друзья! И мы в эфире на 11.30 М. Также нас можно слушать и смотреть на сайте slavikfamily.org. И мы продолжаем. Новости и следующие темы. Последствия наводнения. Что делать с подтопленным домом? Новости и анализ движения на рынке аренды в Портленде, в метроэре. Что делать, когда финансовые возможности исчерпаны, а дом требует ремонта? Вот эти и другие новости сейчас будут в подробном изложении, в исполнении нашего известного риэлтора, аналитика Александра Сорокина, который у нас уже в эфире. Добрый день, Александр, и добро пожаловать в Макфир. Спасибо, Андрей. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем с вами с очень насущной и актуальной темы в последние дни. Это с последствий нашего очень сильного ливня, дождя, который длится у нас уже всю неделю, практически не переставая. И звонят люди после эфира и задают вопросы о том, как быть, что делать. И попросили сделать какую-то программу или передачу, в нашем случае, которая бы охватывала в себя некоторые советы для тех, чьи дома пострадали. И что с этим делать, чем это чревато, что может случиться. Допустим, какие действия нужно предпринять, есть ли какие-то программы известные, может быть, кем-то уже созданные на случай подобных чрезвычайных обстоятельств. И попросили найти что-то, озвучить, чтобы люди могли самостоятельно это изучить и предпринять какие-то очень своевременные действия в отношении своих пострадавших домов. Но была целая неделя, то есть работу я провел очень серьезную на этот счет. И сегодня, конечно, хотелось бы поделиться этими полезными советами. И, возможно, вы их примете на вооружение. Будет ряд документов, которые, если вам понадобится, и вы изъявите желание, я вам могу также выслать. Вы можете мне после эфира скинуть текстом на мой номер 503-863-9369. Еще раз, 503-863-9369. Вы можете скинуть текстом свое имя, фамилию и ваш почтовый адрес, куда выслать вам вот эти вот рекомендации. И также я могу выслать желающим, кто хочет купить или продать дом. В данном случае, скорее, купи брошюру, которую я высылаю на регулярной основе. Порядка 5-6 экземпляров каждый день люди получают. Относительно того, какие у нас есть финансовые программы в Орегоне. Многие из них идентичны с Вашингтоном, поэтому люди предварительно ознакомливаются перед тем, как пойти к лоунофисеру. Самообразовываются, так скажем. Получают значительно больше, чем просто общее представление. И могут уже на равных, практически на равных, по крайней мере, зная точно, что им нужно, общаться с лоунофисером. Александр, у меня к вам такой вопрос. Штаты Орегон и Вашингтон официально объявлены зонами бедствия. То есть здесь введено чрезвычайное положение. И в нашем штате Орегон, и в Вашингтоне. Вот в связи с тем, что статус изменился на чрезвычайное положение, на зону бедствия, могут быть какие-то, может быть, выплаты, какая-то помощь тем, кто пострадал. Ведь наверняка владельцы домов, владельцы недвижимости могут рассчитывать на какую-то помощь, да, наверное, не только все своими силами, и с помощью страховок, которые, в принципе, почти ничего не покрывают. Значит, все, что касается страховок, это тема, которую мы в прошлый раз освещали. Эта тема относится к такой государственной организации, как ФЕМА. Она занимается страховкой подобных случаев. И, как правило, все дома, которые находятся в потенциально подтопляемой зоне, они были изначально застрахованы по требованию финансового учреждения, которое предоставляло мортгидж. То есть это в свое время для них являлось как основание для получения мортгиджа. И без такой страховки финансинг был невозможен. Вот в отношении этих людей, скорее всего, никаких сложностей быть не должно. Они в соответствии с условиями этой программы и, видимо, разновидностью, которую они в свое время выбрали, могут претендовать на какие-то выплаты. Но это нужно четко читать их контракты, четко читать их так называемые брошюры, которые вместе со страховкой передаются, чтобы люди знали, как им себя вести, куда обращаться, что делать. В этом месте у них и кастома саппорт и так далее, и так далее. То есть вам в этих случаях нужно четко следовать этому. Что касается всех остальных, у кого такой страховки не было, да, у нас чрезвычайная ситуация объявлена, но сейчас, наверное, еще рано говорить о том, что государство будет прямо вот сейчас предпринимать какие-то действия, осуществлять какие-то целенаправленные выплаты кому бы то ни было. По одной простой причине, а этот катаклизм-то, по большому счету, еще не окончен. И он длится, он находится в такой переходящей стадии постоянно, то льет, то не льет. Но вот то количество осадков, которое мы вот ежедневно получаем, оно, ну, конечно, с первыми днями несравнимо, но сейчас оно все равно значительно больше нормы. И говорить о том, что сейчас кто-то вот начнет что-то получать, пока все это длится, это, наверное, преждевременно. А вот те советы, о которых сегодня я хотел поговорить, это очень важные моменты, и, наверное, это то, что позволит вам минимизировать те убытки, которые у вас уже есть. То есть, если ваши дома фактически пострадали, то что нужно сделать сейчас, чтобы впоследствии, если вдруг действительно дело дойдет до каких-то выплат, до каких-то компенсаций, до какой-то государственной помощи, чтобы вы могли сказать, что я действовал абсолютно добросовестно, а это, скорее всего, будет одним из основных и первых критериев, в соответствии с которым будет приниматься решение какой-то помощи, потому что кто-то скажет, что да, вот у меня дом подтопило, я надеюсь на государственную поддержку и помощь, и вообще уеду-ка я и дождусь где-нибудь там, в другом месте, где потеплее, посветлее, когда это все закончится, потом вернусь и буду разбираться. Есть, кстати, и такие люди. И это совершенно иная категория, да, то есть они своим поведением изначально дают понять, что они абсолютно не намерены уменьшать те убытки, какие у них есть, они просто готовы приехать потом и сказать, ой, вы знаете, я был не в курсе, и вот тут приехал к разбитому корыту, вижу вот это, вот это и вот это. То есть, скорее всего, каждый случай будет индивидуален, потому что действительно кто-то борется за минимизацию своих убытков, пытается спасти какое-то имущество свое, пытается оставить свой дом в состоянии впоследствии пригодным для жилья, кто-то палец о палец не ударяет и потом говорит, что он претендует на какую-то помощь от государства на абсолютно тех же основаниях. То есть это большая разница, и вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это как раз вот то, что вам поможет в этой ситуации выглядеть добросовестным, предпринимать правильные шаги и впоследствии, если, опять же, никто сейчас не гарантирует и даже, по-моему, вопрос еще такой не поднимался, что будут какие-то компенсации кому бы то ни было. Но если мы с вами исходим из трезвой логики, да, и из того, как на это бы потом посмотрел тот, кто хочет вам что-либо компенсировать, то, конечно же, один из первых критериев будет ваша добросовестность и ваши конкретные действия на минимизацию ущерба. Потому что если вы этого не сделали, то, конечно, наверное, рассчитывать на какую-то серьезную помощь впоследствии не придется. Так вот, перейдем к этим советам, и я буду впоследствии озвучивать источники, собственно, откуда все это. Ничего из этого не придумано мной, это уже такие вещи, которые были разработаны на основе похожих катаклизмов, а то еще и более серьезных, которые относились к каким-то торнадо, ураганам и так далее. Ну вот, к примеру, одним из создателей подобного рода брошюр, которые направлены и на ликвидацию последствий затопления и наводнения, является, как ни странно, Луизианский государственный университет, сельскохозяйственный центр. Вроде как зададимся вопросом, при чем я Серегон и Луизиана, да? Так вот, Луизиана как раз это тот штат, который находится на Мексиканском заливе, и по всей нашей практике, сложившейся, принимает на себя самое большое количество всех ураганов, которые формируются в Карибском бассейне. Да, потому что находится ниже уровня океана. Это первое, да. То есть, то, что нового Орлеана касается, это, конечно, но сам штат, в принципе, вот если смотреть на то, как проходит вот эта вот ураганная волна из Мексиканского залива на север, то она как раз проходит большей частью через всю Луизиану, и дальше она идет вверх, там, Канзас, Арканзас и так далее. Вот, то есть, этот университет, который там находится, ну, наверное, ему было свойственно озадачиться этими вопросами, поскольку университет государственный, скорее всего, возможно, была даже какая-то специальная программа, им поставили задачу и так далее, потому что подобного рода проблемы у них происходят несколько раз в год на регулярной основе, в той или иной степени, а не так, как у нас там раз за много лет, и мы не знаем, что с этим делать. Поэтому их советы мы можем принимать за основу, и я с ними ознакомился, абсолютно ничего относящегося только к Луизиане я не нашел, то есть, это такие общие вещи, которые могут вам помочь сориентироваться вовремя, сделать правильные шаги и так далее. Ну, вот, например, один из первых советов, он говорит о том, что нужно обязательно быть очень активным в этой ситуации и смотреть, что у вас происходит с бейсментом и с комнатами, особенно теми, которые на первом этаже, еще до того, как вы начнете звать на помощь. То есть, при таких вот событиях, первое, что нужно сделать, это убрать всю бумагу, все картонные коробки, всю мебель и скатать все ковры, которые могут пострадать впоследствии вот этого наводнения, даже если это еще не коснулось, то есть, если вода даже еще это не задела. И вы знаете, очень у многих есть такие, так называемые, ковровые подушки, да, они как губка впитывают в себя воду. И вот совет такой, что если вдруг они уже пострадали или вода их коснулась, то лучше их сразу выбросить. Даже если они вам очень дороги или они были дороги, как в ценовом выражении, здесь это сейчас будет непринципиально, потому что все, что в себе оставляет влагу на долгое время, а для образования плесени, кстати, для вашей информации, надо всего 2-3 дня, и если это вот длится так долго, то вы впоследствии, оставив вот эти вот испорченные вещи, вы можете просто сделать такую минус замедленного действия и оставить источники распространения вот этих спор, спор плесени и грибка. Следующий момент, это нужно обязательно включить все вентиляторы для того, чтобы у вас циркулировал воздух, опять же, по дому. Тоже очень важный момент, и если вот есть какие-то перерывы, когда дождь не льет, или когда льет, но, допустим, не заливает вам в окна, то желательно их тоже открыть, чтобы вот эта циркуляция воздуха, тем не менее, была. И на постоянной основе постараться все-таки поставить все эти вентиляторы в окна, таким образом, чтобы они выдували из дома наружу, а не наоборот, как у нас обычно это делается, когда холод, извините, когда на улице очень жарко, и пытаемся мы охладить что-то, мы стараемся этот холодный воздух нагнетать в комнате. Вот сейчас нужно вентилятор развернуть в обратную сторону, чтобы он наоборот выдувал это все, и таким образом мы могли бы уменьшить влажность. Если вы проверяете свой бейсмент, или кроллспейс, в зависимости от того, у кого что, и наблюдаете там стоячую воду, крайне рекомендуется все-таки на постоянной основе ее откачивать насосом. Да, вы можете, конечно, сказать, я вот подожду, когда это все закончится, и потом этим займусь, но та влага, которая, те испарения, которые создает стоячая вода, они потом могут оказаться фатальными, и ваш дом за этот период времени может пострадать уже необратимо, и, к сожалению, вам придется потом делать очень серьезный ремоделин, или делать какой-то очень дорогостоящий ремонт, там, с частичной заменой фрейма, или еще что-нибудь, поэтому, как только вы видите стоячую воду, сразу незамедлительно ее откачивайте. Даже если она потом опять будет к вам поступать, новая вода, да, из-за дождей, которые не прекращаются, то их, и эту воду нужно тоже на постоянной основе откачивать. Очень интересная рекомендация есть даже у нашего Орегонского государственного университета, он рекомендует устанавливать так называемые Dehumidifier, это что-то типа аналога AC, то есть кондиционера, это то, что сушит воздух, и это можно купить в Home Depot, там много где эти appliances продаются, то есть вы просто можете приобрести, там, в зависимости от того, на какой объем они рассчитаны, то есть один, два, три штуки, или какой у вас размера дом, вы можете купить эти Dehumidifier, которые будут вам помогать сушить воздух и сохранять относительную влажность в доме между 40 и 60 процентами. Вы сразу заметите очень серьезную разницу, потому что именно вот между 40 и 60 процентов, это то процентное соотношение, которое даже, наверное, Министерством здравоохранения любой страны рекомендуется для того, чтобы воспринимать эту атмосферу как здоровую, в которой не размножаются никакие грибки, ни плесень, и так далее, то есть это то состояние воздуха, которое не способствует возникновению любого рода проблемных явлений, которые могут потом повлиять на ваше здоровье. Что касается одежды, тоже очень важный момент. Когда вы приходите с улицы, нужно снять обязательно всю эту мокрую одежду, там обувь, зонтики и так далее, и стараться это все оставить сушиться на улице максимально, чтобы, конечно же, это опять не заливало, но чтобы это не заносилось в дом. И ни в коем случае нельзя вешать влажные куртки, пальто и так далее в шкаф. Ни в коем случае, потому что вот это вот закрытое маленькое помещение в виде шкафа, оно будет как раз создавать в вашем случае такую атмосферу, которая будет нагнетать, вернее, способствовать образованию плесени. Ну и то же самое касается домашних животных, то есть старайтесь после прогулки их вытирать насухо, потому что иначе они тоже будут вносить свой вклад в общую влажность в вашем доме. Что касается профессиональной сушки подвала, которая тоже возможна, конечно, то те организации, которые на сегодня у нас оказывают подобного рода услуги здесь и в штате Орегон, и в Вашингтон, то это, кстати, достаточно дорогостоящая операция, это от полутора до двух тысяч долларов, ну, опять же, все сильно зависит от размера дома. И здесь также есть одна такая общая рекомендация, что старайтесь, учитывая вот эту очень дорогостоящую процедуру, не приглашать этих профессионалов до тех пор, пока катаклизм не закончен. То есть старайтесь предпринимать какие-то действия своими руками, привлекайте других людей, которые могут вам на безвозмездной основе или, я не знаю, как там, на какой-то обоюдной, двусторонней вам оказывать какую-то помощь. Старайтесь предпринимать вот такие шаги, которые являются самыми простыми, обычными, и которые будут способствовать все-таки нераспространению влаги в Вашем доме. И после этого, конечно же, если Вы предприняли все действия и видите, что, тем не менее, Вы не успевали за тем, как вода в Вашем доме появлялась, то впоследствии можно, конечно, прибегнуть к услугам этих специалистов. И, наверное, эти полторы-две тысячи долларов будут все-таки не такими глобальными и определяющими, поскольку эти специалисты Вам своевременно позволят избавиться от потенциальной возможности в появлении, допустим, той же плесени, грибка или развития гнили в кроуспейс или в бейсменте. И, конечно же, если они Вам помогут этого избежать, то Вы, соответственно, избежите значительно больших расходов, которые бы могли у Вас появиться, если бы действительно несущие конструкции Вашего дома пострадали, или, допустим, это повлекло уничтожение или серьезное повреждение каких-то имеющихся коммуникаций. Поэтому здесь первый универсальный совет сначала сделай все, что можешь, а потом уже по факту окончания вот этого чрезвычайного обстоятельства, как в виде постоянного дождя в нашем случае, после этого, конечно же, Вы можете уже обращаться. Если мы опять вернемся к нашему Орегонскому государственному университету, то он подготовил так называемый чек-лист, очень интересный перечень действий, который нужно провести в обязательном порядке в случае, если имело место вот такое событие. Здесь они говорят и о том, что нужно сделать с крышей, что нужно сделать с gutters, с spouting, так называемый downspouts, это водоотливы, которые с крышей у Вас воду уводят. Здесь же они говорят о том, как нужно проверять сайдинг, окна, двери, basement, crow space и так далее. То есть это достаточно такой серьезный перечень. Они приводят здесь все самые интересные, самые полезные советы. И, ну, сегодня у нас время просто не позволит со всем этим Вас ознакомить. Вы можете самостоятельно обратиться на сайт extension.oregonstate.edu. Еще раз повторю. extension.oregonstate.edu. То есть это тот самый сайт нашего Орегонского государственного университета, который разработал вот этот вот чек-лист, в котором Вы сможете увидеть те действия прям четко по порядку, которые можно произвести в результате возникновения вот таких проблем с Вашим домом. А также здесь будут указаны у них на сайте самое ближайшее отделение от этого университета и его подразделение, которое специализируется на подобного рода проблемах. И здесь очень много этих точек. Вот, судя по карте, в штате Орегон несколько десятков. В зависимости от того, где Вы живете, Вы можете найти удобную для себя. А вот в Портланд-эре тут порядка, наверное, 7, да, ну, где-то 7, 6-7. И в Ванкувере тоже даже вроде как есть что-то у них. Поэтому обращайтесь к ним. Я могу даже вот сказать один номер телефона, который они приводят. Это 541-737-2713. Еще раз, 541-737-2713. Если Вы не успели записать или если вдруг у Вас нет доступа к интернету, то Вы можете, как я уже говорил, после эфира со мной связаться. Я могу Вам это выслать абсолютно бесплатно. И Вы с этим ознакомитесь. Я думаю, что, учитывая прогноз погоды, в ближайшие два дня это не закончится. Но я имею в виду наш проливной дождь. Но за эти два дня Вы успеете получить почту и, по крайней мере, сможете принять какое-то полезное участие в устранении вот этих последствий этого чрезвычайного обстоятельства. Что касается вот этого Луизианского университета, о котором я уже тоже говорил, они разработали очень интересные guidelines относительно mold removal. И в случае, если у Вас подтоплен дом, это вот буквально две страницы. Но опять здесь очень четкая пошаговая инструкция, которая говорит ей о том, насколько вредна эта плесень с грибками, как она влияет на здоровье. Говорит о том, какие действия нужно произвести, что от чего зависит, на что нужно обратить первое внимание, на что второе и так далее. Чтобы Вы действительно предпринимали какие-то очень полезные шаги, которые бы Вам помогли в предотвращении ущерба или в устранении последствий того, что у Вас, к сожалению, уже возможно имеется в Вашем доме. Здесь, в общем-то, тоже можно по этому списку пробежаться, но на самом деле это займет очень много времени, потому что это порядка десяти шагов, которые они описывают. Поэтому, опять же, если у Вас будет реальный интерес, обращайтесь ко мне после эфира 503-863-9369. И я Вам вышлю, ознакомитесь, и Вы будете во всеоружии. Переходим к нашему второму вопросу сегодня. Он касается тех событий, которые у нас происходят на рынке аренды. То есть мы в прошлом эфире пытались уже начать эту тему. Сейчас мы ее продолжаем. И здесь хотелось бы сказать об одной очень крупной сделке, которая у нас прошла. В прошлом месяце это был продан Fairview, то есть, кстати, относительно недалеко от студии Slavic Family, был продан apartment complex, состоящий из 154 юнитов за 20 миллионов 800 тысяч долларов. Это было очень известное такое событие для тех, кто в этот рынок очень сильно посвящен. И те, кто следит за этим, ну, неудивительно для многих, наверное, покупательным оказался инвестор из Калифорнии. Удивительнее, скорее, другое, что когда продавался этот объект, там было не менее 15 предварительно квалифицированных инвесторов, которые подавали свои заявки, и вот выиграл из них Калифорнийский. Интересна также цена средняя за юнит. Это 135 тысяч долларов. Это достаточно высокая цена. И в среднем получается где-то порядка 136 долларов за Square Foot. Можно, конечно, задаться многими вопросами, в чем выгода, зачем это нужно, потому что цена 135 тысяч, я бы даже сказал, что это не ритейл прайс, потому что даже ритейл прайс можно найти сейчас намного ниже, чем 135 тысяч, если вы покупаете Канда, допустим. А здесь, получается, купили по такой цене, я бы сказал, наверное, выше среднего, как минимум, 154 юнита, и в чем, собственно, состоял интерес. Многие будут, конечно, говорить о том, что, наверное, это было сделано, наверное, инвестор знает о том, что будут какие-то глобальные изменения на рынке аренды, что, возможно, грядет какое-то повышение цен и так далее. Если честно, я вот не склонен именно к этому, именно к этой мысли, и мне кажется, что вот подобные сделки, когда они какого-то общественного резонанса, резонанс получают, их нужно квалифицировать не более, чем приобретение актива, потому что многие инвесторы, они не обязательно покупают акции, не обязательно покупают золото, они не обязательно присутствуют на рынке, там торгуют нефтью и так далее. То есть каждый ищет какие-то какие-то активы, в которые они хотят вложиться. И когда люди начинают рассуждать, что вот заплачено там 20 миллионов 800 тысяч за 154 юнита, начинают считать арифметику всего этого, пытаются понять, как ежемесячный платеж, допустим, за каждый юнит окупит и когда окупит этому инвестору его вложения и говорят, что ой, да это там может быть там не один десяток лет. На самом деле к этому нужно, наверное, немножко иначе относиться. То есть в первую очередь в таком случае приобретен актив. Этот актив предполагает, что он также может быть впоследствии перепродан и вполне вероятно, что человек, который вложился или организация, она просто вернет себе эти деньги, а между прочим она будет зарабатывать на сдачу в аренду. То есть это, наверное, самый такой трезвый, самый неэмоциональный подход к этому вопросу и не нужно говорить о том, что они сейчас начнут тут затирать цены, потому что у нас есть некие контролирующие органы, о которых мы говорим, поскольку эта сделка имела место в Орегоне. У нас есть Real Estate Commissioner Дэн Зальцман, который занимается подобного рода вопросами, получает от вас какие-то жалобы, рекомендации и советы о том, как, на ваш взгляд, лучше, чтобы это было. Они же проводят в своей комиссии определенные заседания, вырабатывают регулирование на этот счет и так далее. Поэтому, даже если эта сделка имела место, нужно действительно смотреть на нее как просто на смену владельца, а не пытаться найти в этом какие-то подводные камни или думать о том, что в обязательном порядке у вас повысится аренда. Это абсолютно не факт. Это прежде всего покупка именно актива, который, ну, это как вложение, как инвестиция у инвестора и она ему в процессе будет приносить определенный доход. То есть, на мой взгляд, на это нужно и лучше смотреть действительно именно так. Хотя у каждого могут быть свои мнения, свои какие-то мысли на этот счет. Кто-то будет думать о том, что есть какой-то фатализм в этом смысле, что если вот инвесторы из других штатов и они вкладывают деньги, то наверняка это будет обязательно увеличение арендной платы. На мой взгляд, это не совсем верно. И наш последний сегодня... Последний вопрос. Что делать, когда финансовые возможности исчерпаны, а вот нужно отремонтировать дом? Действительно, довольно-таки часто такое происходит, Александр, ведь мы же все с этим сталкиваемся. Столько нужно сделать многое чего в доме, на какие шиши, как говорят наши радиослушатели, когда это просто нереально. Я понимаю, когда забить гвоздь, вбить гвоздь, когда поменять карпер, это карпет, например, даже поменять карпер, но когда нужно что-то перестраивать, переделывать, когда крыша течет, например, когда там, например, что-то ветхое совсем уже нужно поменять, оно там подмыло все это, нужно внизу там, когда все это как труха выглядит, когда вещи, которые необходимо сделать, но они дорогостоящие. Что делать, Александр? Есть, ну, я, наверное, не буду изобретать сейчас и не буду говорить какую-то тут мантру на этот счет. Я скажу о той вещи, которая сейчас является доступной, понятной и, наверное, одной из самых простых. Я буду говорить об FHA, это федеральная кредитная программа, многие ее знают как программу, которая позволяет при даунпейменте в 3,5% достаточно небольшом даунпейменте приобрести, допустим, дом. Но FHA занимается еще и другим вопросом и разработала вот такую Home Improvement Loan Program. Очень как раз интересная программа, которая предоставляет кредиты на подобного рода ремонт и какие-то модификации в доме до 25 тысяч. Очень интересная программа, она связана с тем, что, вернее, ее суть заключается в том, и интересна она именно потому, что она не ограничивает участников по их статусу. То есть, она может быть как на простого человека, так и на инвестора. Это очень странно, потому что FHA, в принципе, к инвесторам относится крайне негативно. И даже в своей вот этой программе при 3,5% downpayment предполагает, что если вы покупаете дом у инвестора, то вы не можете у него купить по этой программе, если не прошло более 90 дней, как инвестор был собственником. Это FHA придумала, это ее программа. И если вы покупаете такой дом, вам скажут, сначала ваш собственник должен иметь DIT не менее трех месяцев, потом мы вам разрешим воспользоваться программой. Пытаются таким образом задержать спекулятивный настрой. Но вот та программа, о которой я сейчас говорю, она называется FHA Title 1. Она предполагает поддержку в том числе и инвесторов. И она причем очень четко описывает это объективная информация. Вы можете найти на HAT .gov. Это сайт, который описывает, что такое FHA. Вы можете там увидеть эту информацию, она в свободном доступе является абсолютно открытой. Что как разъяснение и объяснение появления этой программы, в том числе и для инвесторов, как раз и говорится о том, что очень часто покупают инвесторы дом в упадшем состоянии, требующего какого-то ремонта, а осуществляется у деятельности они на постоянной основе и возможно покупают несколько таких домов и что-то надо с этим делать. И вот государство говорит, что мы можем вам помочь в пределах 25 тысяч. Но это действительно серьезная сумма, потому что если мы говорим о доме допустим в пределах 150-200 может даже 220 тысяч, мы говорим о том, что это дома от 800 до порядка 1300 где-то square feet, они могут быть 50-го, 60-го, 70-го годов постройки и могут быть в таком немного убитом состоянии. Вот этот FHA Title 1 loan может вам помочь в пределах 25 тысяч действительно заемных средств привести этот дом в сказочное состояние, потому что вот эта маленькая квадратура она действительно предполагает, что больше чем 25 тысяч наверное нет смысла туда вкладывать. И когда инвестор его покупал, он наверное думал, что сколько он хочет в это вложить. Ну и по моему опыту и по общению моему с инвесторами они действительно говорят, что за 25 тысяч из такого дома можно просто сказку сделать. Никаких ограничений нет. Хотелось бы сказать о том, что по условиям этой программы если вы берете до 25 тысяч или заем близкий к этой сумме в обязательном порядке appraisal должен был быть сделан. Если вы берете до 15 тысяч то FHA ну в данном случае HAT не задает вопросов о том какая у вас сейчас цена дома. А могут быть такие ситуации. Мы сами в прошлых передачах рассматривали вопрос по equity. То есть человек не вовремя купил, у него потом цена упала, он платит за дом, а реально у него никакой выплаченной стоимости дома нет. Так вот если вы хотите сделали модификацион даже сделали модификацион своего лоун вы все равно можете получить вот этот FHA Title 1 лоун для того чтобы провести какие-то работы по своему дому. Но до 15 тысяч. И если вы хотите воспользоваться именно суммой в пределах 15 тысяч то государство вам не задаст вопроса и не пришлет оценщика и не будет выяснять а какова у вас действительная цена дома на сегодня. Это очень хорошая подспорья для тех у кого сейчас допустим дома до сих пор еще даже не превысили в стоимости цену по которым они этот дом когда-то там купили. Ну в седьмом году многие в этом смысле залетели и дорого отдали и до сих пор их дом столько не стоит. Это их случай. Им могут не задать вопрос и дать дополнительный вот этот займ в пределах 15. Самое интересное что если вы хотите воспользоваться Простите но речь это именно займи. Да это займ. Не какая-то помощь. Это не помощь это займ и все что требуется в данном случае это чтобы вы написали так называемый ноут в котором вы обязуетесь выплатить. Вернуть. То есть это не гранты. Ни в коем случае это вот нужно четко понимать. До 7500 могут претендовать даже те у кого mobile homes. То есть это вообще не недвижимость. Это ваш mobile home который стоит даже может быть где-то в mobile park или еще где-то где земля под домом вообще не ваша но вы можете до 7500 претендовать на в смысле в пределах этой суммы претендовать на какой-то ремонт который вы хотите провести в своем доме. Единственное здесь исключение что эти деньги нельзя использовать на определенные так называемые лакшери переделки. Вы не можете на эти деньги допустим себе построить бассейн. Но вы можете себе приобрести холодильник там дишвошер фризер и так далее. То есть также эти деньги нельзя использовать на уже сделанную работу. Многие как делают? Ну ты мне сделай я тут сейчас разберусь перезайму возьму кого-то а потом они узнают о том что о есть такая программа так наверное надо там взять чтобы с кем-то рассчитаться за уже проделанную работу. Такое не пройдет потому что изначально будет выясняться требуется ли вообще эта работа сейчас. если она не требуется и она уже сделана то государство вам в этом случае не поможет чтобы вы перед кем-то закрыли свой долг. Это тоже вы должны знать что это не будет вам помощью в уже существующей какой-то финансовой проблеме. Это может быть подспорьем в случае если у вас есть планы что-то сделать. Большая разница. И если вы еще раз вернусь к цифре вот 7500 то есть вы можете до 7500 кстати не только на mobile home а в том числе и на обычный дом но в этом случае с вас даже никакой security относительно этого loan не попросят то есть никакого обеспечения. Если вы берете больше возможно что-то что-то попросят что-то вам скажут предъявить и так далее может быть это ограничится лином на дом может быть еще что-то будет но вот до 7500 даже и этого может не быть. Это тоже очень интересно. Я советую за всеми нюансами за всеми деталями обращаться к loan офисерам потому что то что я вам сейчас рассказал это то с чем мы как риэлторы имеем дело на ежедневной основе мы знаем общую информацию с сайта hat.gov loan офисеры работают с этим на профессиональной основе у них есть лицензия они могут вам оказывать профессиональную помощь предоставить намного больше деталей и нюансов по этой теме моя задача сегодня была вам так скажем дать возможность и какую-то информацию которую бы вы могли использовать для того чтобы потом общаться с ними и задавать им вопросы именно относительно вот этой вот финансовой возвратной помощи в виде FHA title one loan вот так она называется FHA title one вот это в общем-то все чем я сегодня хотел уважаемые друзья с вами поделиться если у вас есть вопросы еще раз повторю свой номер телефона 503-863-9369 еще раз 503-863-9369 есть вопросы обязательно звоните всегда буду рад оказать вам помощь даже если она просто ограничиться телефонным звонком с вашей стороны поэтому не стесняйтесь звоните всем удачи надеюсь скоро это наше чрезвычайное событие с дождями закончится и у всех все будет хорошо до новых встреч спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»